Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала В этот раз хотел бы поговорить о такой очевидной и важной для каждого грибника, охотника, рыболова вещи как его обмундирование и экипировка Казалось бы, все мы тут ученые, все все знаем но тем не менее, некоторые моменты упускаются и люди выходят со своей дачи в шортах в лес а потом начинаются нюансы то есть, вот мой типичный костюм для выхода в лес весной, летом и осенью как бы, сами видите, ну, когда еще прохладное утро то, соответственно, я набрасываю такую легкую-легкую ветровочку прочную, скользкую, чтобы она не цеплялась, а просто скользила по веткам сейчас я ее снял, потому что уже жарко как бы основное, что, ну, начнем сверху, чтобы не забыть вот эта шляпа типа сомбрера у нее отстегиваются поля если вдруг дождь они, как бы, хоть немножечко защитят первое время от небольшого дождя а также обращаем внимание, что сзади, снизу фиксируется шляпа на завязочках затянул, все, она никуда не делась лезешь в любые елки цепляешься за ветки она у тебя на голове а если просто кепи оденешь сунул голову вперед шляпу сорвало время теряется так вот этот вот материал и вот эта именно моделька мне нравится у нее там дырочки есть для вентиляции то есть достаточно летом, что вода в голову от солнца от дождя немножко защищена тихо и она при этом продувается, ей не жарко а осенью тепло такой вариант дальше хэбы на мне, камуфляжные если показал бы вам этикетку стопроцентный хлопок тело постоянно дышит не жарко ну потеешь, да но потом легко постирать это лучше, чем паковать себя в такие вот дедушные материалы как я вижу, продают иногда ну, открою секрет может кому-то не понравится но это военная форма одной из стран НАТО правда, флаг я сразу срезал когда покупал еще несколько лет назад уже БУ продавец все-таки ее посоветовал на тот момент а не отечественную форму вот, я надеюсь сейчас наша промышленность по крайней мере военная текстильная подтянулась и наши воины тоже одеты в достойный камуфляж военный я этот ношу уже несколько лет при том, что говорю взял его уже БУшный вот, что тут только карманы немножко я подштопываю иногда и все а так-то вот в принципе ну, покажу потом на коленках как самое уязвимое место тоже там кое-что придумал чтобы их защитить а так, в общем-то очень доволен все на заклепках много карманов причем это из разной партии было это гимнастерка одна была это брюки другие все подобрал все обошлось относительно дешево даже я сказал дешево, по-моему, 2000 за все вот и самое главное что ты постоянно закрыт от всяких клещей комаров даже летом вот а как бы при этом тело дышит что тут у нас самое интересное все, конечно на заклепках говорю здесь у нас лежат батарейки запасные от навигатора батареечки запасные от навигатора вот может сюда сейчас сложу чтобы не держать вас здесь хранятся документы на машину все в целлофане естественно дождь пойдет чтобы не было потом проблем здесь тоже такой волшебный карманчик всего понемножечку так это лекарство от головы там если голова вдруг заболит на природе каждую и свои там может носить дальше расчесочка расчесочка причесаться от лосиной вшей мухи и просто после купания иногда причесать волосы дальше что у нас зажигалочка если нужно развести костер в лесу вот соответственно мало ли что дальше что догадайтесь что свисток обычный арбитражный свисток футбольный думаете шуточка нет вы заблудились вы устали кричать у вас уже голоса нет как вы будете сигнал подавать а здесь слегка так свистнул и он такой яркий заметный пускай будет и еще что-то у меня тут а вторые ключи на машину вторые ключи на машину то есть я все вот эти секретки такие есть в принципе оставляю в машине когда хожу потому что не дай бог она одна секретка потеряется отдельно потом как говорится не уедешь а это самый простой вариант с чипом ключи вторые от машины пускай будут потому что разные варианты есть один раз основные ключи в кабине захлопнул и сыночек спасибо ему за 100 километров ехал мне запасные ключи вез а если б я был за 600 километров от дома чтобы было да дальше это верхняя часть как говорится шляпу мы просмотрели вот если кто очкарит небольшой нюанс про очки солнцезащитные очки в которых вы едете в машине летом лучше перед входом в лес замените на прозрачные стекла эти в частности у меня очки они прогрессивы как бы чтобы смотреть и вдаль и вблизи чтобы не снимать очки и не бояться их потерять я их ношу прогрессивы чтобы постоянно вблизи и вдаль постоянно иметь возможность смотреть сейчас немножко камеру опущу чтобы показать вам себя ниже пояса так сказать так ну немножко так видно вот обратите внимание мои наколенники ну правый я пока снял наколенник обычный такой наколенник который на резине застегивается сзади вот сейчас покажу попляшу в чем смысл во-первых значит кто много собирает грибы скажем так я лично предпочитаю их срезать присев на левое колено то есть вот ну упор раз на левое колено постоянно оно будет мокрое или будет стираться ничего хорошего также я люблю фотографировать с полуприседом чтобы упор лучше был то есть оно у меня постоянно рабочее если хожу и направо и налево сажусь то и направую коленку тоже ставлю на коленник причем такой простой матерчатый чтобы облегал ногу раньше были такие жесткие пластиковые они врезались ничего хорошего сейчас просто мягонький взял сзади на липучках застегивается очень помогает сохранить вот эту многострадальную коленку которую уже я ремонтировал так сказать ткань то есть это самое уязвимое место поскольку часто нагибаешься приседаешь и вот я не нашел ничего лучшего в свое время как на авито нашел такую клейкую ткань здесь джинса на обороте клей который растопляется под воздействием температуры утюга взял приложил через платочек чистенький подержал 10 секунд вся моя дырка здесь закрылась это потом уже дополнительная еще образовалась черная дырка я ее тоже заклеил так же и здесь но здесь уже больше для синхронизации чтобы левые и правые коленки были одинаковые и для профилактики будущих разрывов джинса очень хорошая так сказать помогает на разрыв и все так я тоже на коленки забежал забыл рассказать что в нижних карманах так перцовый баллончик от собак на всякий случай редко но один раз было дальше ключи от машины ой не от машины от квартиры где деньги лежат их много они царапаются задевают за ткань могут рвать поэтому все ключи в мягком целлофане пупырчатом лучше всего на всякий случай дальше здесь пока все пошел дальше фокусник лазит второй телефон запасной обязательно причем видите самый примитивный Nokia долгоиграющий без подзарядки в режиме ожидания неделями держит то есть это для экстренных случаев что случилось сел основной телефон этот всегда пригодится а также был случай мошкара немножко уже звонил и в торопях с основного телефона в торопях значит мимо чехла его сунул он упал в траву я даже не заметил и пошел вот что бы было если бы у меня не было запасного телефона как вы думаете нашел бы его в траве основной большой вряд ли как только обнаружил пропажу отошел наверное метров 50 включаю этот он у меня выключен в состоянии включаю он находит сеть у меня все телефоны МТС не реклама но просто у них лучше всего вышки понаставлены или как-то от чего зависит связь получше и с этого телефона звоню как бы себе звоночек слышен на расстоянии 50 метров я подхожу в траве свой телефон основной нахожу а так бы без телефона что бы я делал без второго дальше так ну тут мелочь закручивать иногда камеру там расплачиваться на платных дорогах пускай будет здесь еще в этом кармане или в этом извините за подробности лежит иногда рулончик маленький там туалетной бумаги тоже в целлофане плотный я предпочитаю зева плюс она по-моему даже четырехслойная потому что ты идешь по лесу ты потный не дай бог тебя прихватило там это же гигиена все-таки да то есть и постоянно в целлофане также запасить небольшой туалетной бумаги смотрим теперь на ноги видно да все все мои так сказать ножки обутые сапожки значит чем тут фишка я перепробовал разные сапоги как говорится и бразильские брал в декатлоне там высокие такие мягкие скаучика но кроме того что они мягкие там никаких достоинств не было а также у них была очень слабая подошва легко можно было пропороть на какой-нибудь сучок и самое главное они пропускали воду с течения времени знаю почему я все осмотрел по периметру вроде ничего быть не должно но воду они пропускали поэтому я вернулся к нашим родным отечественным сапогам высоким с завязочками обязательно и они должны быть гладкие просто гладенькие как резина почему и действительно очень должна быть прочная подошва чтобы ни гвоздь ни сучок какой-то не пропороли во многу гладкость в чем думаете я просто так летом хожу сапогах нет любой клещ и какая-то другая там гадючка она об эту резину в общем-то стопорится и скатывается скатывается не держится на этой резине понимаете да ну помимо того что роса от росы защита в кроссовочках не походишь утром роса защита от клещей защита от гадюк и так далее то есть я даже летом хожу потому что извините здоровье дороже как обут у меня сапоги раньше по старой армейской привычке делал портянки потом понял что это непрактично просто два два носка извините один толстый носок заправлена штанина под второй толстый носок они конечно потеют немножечко но как бы нога плотно заходит и потом два носка это как раз для того чтобы плод впитывался внизу у меня еще стилька лежит ортопедическая тоже пардон нужно с возрастом вот так то в общем то ничего сложного просто как бы все очевидные вещи я сказал но почему то многие пренебрегают и выходят в свой дачный лесок в каких то шортах а клещи же у нас не выбирают где дачный лесок а где тайга поэтому клещ может ждать вас даже за околицы рекомендую по крайней мере закрывать свое тело по возможности плотно даже летом здесь она липучка кстати да а чтобы вам было летом не жарко надо соответственно чтобы это был хлопок вот а хлопок у нас в основном делается в армии как сказать где больше качества лучше вот а про экипировочку что самое главное еще забыл ремень здесь толстый буйволиный ремень перекрою переключу толстый буйволиный ремень 4 сантиметра шириной брал на выставке ладья наших мастеров из города Богородск это у них там традиции этого города именно в изготовлении ремней он должен быть достаточно прочным чтобы выдержать вес и навигатора и телефона в чехле и ножа и ножа значит покажу по порядку навигатор 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 это у меня сейчас он знаете как запасной гармин оригон 600 чем хорош он имеет отдельную такую скобочку как бы дырочку под хлястик под дополнительный мешок для того чтобы его не потерять а то был случай тоже вот это крепление родное гармина оно конечно хорошее но в спешке бежишь грибы тебя торопят ты раз вроде вставил до щелчка вот как сейчас а было дело не вставил до щелчка и когда пришел в новые елочки навигатор уже на пояс у меня не было а как раз я переходил поля с густой травой как говорится прощайте вот поэтому с тех пор помимо того что здесь клипса родная гарминовская у меня я дополнительный флястик такой сделал вот он на поясе липучечка и вот такой как бы внутри внутри там пара не корт а металлический корт такой пружинящий эти вот как бы шнуры гибкие используют в частности в наших военных структурах носят пистолеты и так далее то есть он очень прочный соответственно я надеюсь навигатор мой теперь никуда не денется было уже пару раз идешь по лесу и когда тоже спешишь вроде вставил в клипсу удар по коленке так это уже значит очередной шанс потерять навигатор был упущен так сказать он у меня остался здесь тоже очень прочное крепление вот то есть в этом плане навигатор я думаю будет на месте дальше все телефоны должны быть в чехле от дождя и хожу я по лесу уже я говорил рассказывал с такой полезной программой как Осмонд Плюс Осмонд Плюс там ну есть она вчера буквально рассказывал то есть Осмонд Плюс меня заменил Гармин 600 имейте ввиду казалось бы да тем не менее батарейки жрет мало работает в фоновом режиме я его вообще не вижу и все карты подгружаются если заранее корректно ты их загрузил установил то есть вообще проблем не имеет этот просто для подстраховки если уж здесь что-то вырубится хотя я всегда ношу маленький на 2000 ампер там или сколько пауэрбанк пауэрбанк маленький сейчас его нет он в машине лежит то есть если вдруг телефон начинает садиться есть кабель микро-USB подключаешь заряжаешь или ходишь одновременно то есть этот а эта программа заменила мне основной навигатор который остался просто в качестве подстраховки дальше вот как же забыл сказать в правом кармане у меня лежит обычный гремной ножичек маленький удобный складной обязательно складной ну конечно опинель острый безопасный легкий а сзади чтобы мало кто видел конечно более солидное оружие скажем так на темляке чтобы быстро можно было выдернуть продукция кизляровских ребят очень удобно то что у него бонитовая как-то у них называется по-своему ручка рука не скользит тоже складной потому что извините прыгать приходится и через канавы и через буйрак и в ямы падал вот и чтобы не пропороть себе живот все мои ножи они складного типа только в сумке там есть парочка ножей не складных но там уже как говорится отдельная статья просто для кухни и не только ну вот в принципе все вот в принципе все как бы экипировка и обмодирование это в конце концов ваша жизнь ваша безопасность пожалуйста отнеситесь к этому внимательно дайте я с вами попрощаюсь лицом ваше бундирование ваша экипировка это ваша безопасность и жизнь не жалейте на это денег это все стоит не очень дорого типа второго телефона а помочь и сохранить вам жизнь в критической ситуации очень даже может поэтому пожалуйста прислушайтесь к моим советам буду рад если они оказались вам полезными до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч